Тяга просто превосходная. На улице, кстати, у нас сейчас холодно, поэтому насчет разницы в высоте и разницы температуры. Открыто все полностью, как вы видите. Здесь все забито между трубами. Посмотрим, что будет. На улице у нас минус 14 и с ветром. Блин, Сибири говорят, у нас в Сибири минус 30, минус 40 легче, чем у вас с 10, с ветром вашим. Ну, что поделаешь, пыль еще летает, вот видим, во вспышке. Вот, засвечивается пыль. Видно, что делать, подышим немножко пылью. Ради того, чтобы на лодичку, чтобы нормально можно было топиться. Вот. Можно немножко и пылью подышать. Ну, что. Так что у нас 7 градусов, вот тут. Вот. Почти 8. Тепла в гараже. Ну, это натопленная, слова раза было. Посмотрим, что будет дальше. А у нас, ну, грубо 3-15 минут четвертого. Вот и посмотрим. Это все дело прогорит. И потом, когда я буду добавлять дрова, посмотрим, будет дым идти в хату или нет. Собственно, вот в этом и был вопрос. Почему? Я хотел разобраться. Потому что я переконопатил, перегуглил кучу. Там идет вопрос о том, что когда вот печка в режиме, закрытый, так сказать, ну, прикрытый, и перед, и зад закрыт. И вот отсюда, вот отсюда, вот отсюда выходит дым. Почему? Зачем? Ну, и так далее. Тут различные придумки и прочее, прочее. У меня такого не бывает. Если бывает, то очень редко. Как, допустим, я на слабенькие угли накидал много дров. И она долго-долго думает. Иногда такое бывает. Пых! Один раз тут дым пустил. Как говорится, змей горыный. И потом вот точно так же ярко начинает гореть, и все. У меня таких дым нет. А вот эта проблема была. И я хочу ее решить. Разобрали мы пылесос. Вот он наш, как сказать, полный мешок хлама. Вот. И вот у нас тут тоже сам в ведерке хлам. Сейчас пойдем чистить. Потом я ему покажу, сколько здесь. Ну, в мешке прилично. Скажем так, либо по объему высыпать весь тот хлам, что я собрал, ведро было полное. Вот. Но это минуя то, что, допустим, я спичь. Я имею в виду, в дымоходе вот было, как, ну, размером с вот это, ну, не знаю, 7-8 литров ведро. Вот, кстати, хочу обратить внимание. Слышно, да? Работает, как двигатель, который троит. Вот. Надо прыть чуть. Идет срыв пламени. Вот. Я прикрываю вот так. И нормально. Она нормально. Вот. Закрываешь выходы. Вот. И здесь немножко. И нормально она спокойно горит. Отсюда еще, конечно, как бы слабовато. Но, опять же, покажу. Тут у нас чистенько. Чистенько. Вот. И это хорошо. Вот. Так что, так что. Идем чистить от пыли и от мусора все. Ну что ж. Пылесос чистый. Ведро чистого. Дымок, к сожалению, не могу снять. Но идет, в принципе, белый чистый. И вот сниму две. Я тут выкинул по-нас край. Это вот куча у нас получилась трубы. Трубы из дымохода. Вот с этих коленей. Вот. А вот это куча спички. Вон, недогоревшие там подрастало. То есть, в принципе, трубу надо было чистить. Ну, как у меня труба где-то на метр от крыши, даже метр двадцать, ходит. То есть, она там никак в тени не стоит. Там нормальная и должна быть нормальная. В принципе, вот такие вот пирожки. Вот. Дым идет нормальный. Вот. Тяга нормальная. Все пока хорошо. Печечка наша уже, как видно, в режим. Вот. Здесь у нас 45. То есть, особо мы улицу не купим. По трубе, если посмотреть. То есть, максимальное тепло, я надеюсь, должно оставаться в горе. Вот. И это хорошо. Ну, а же, еще раз оговорюсь. Меня интересует вопрос, когда прогорят дрова, остается там минимальное количество вода. Начиная, ну, не угля, а угольки. Там полупритухшие, полупотухшие. Бывает, заработаешься. Ну, как бы, пора уже подсыпать, а ты не подсыпаешь. Вот. Начинаешь ее ложить и начинает идти дым сюда, а не туда. Допустим. Идет в гараж. Мне это не нравится. Я вот решил, так сказать, все прочистить, все проблестить, продуть и посмотреть, что же будет. Будет ли, когда все прогорит, идти в помещение или нет. Что же, вот уже пятый час начался у нас. В принципе, я думаю, что все прогорело. Вот, открываем. Вот, открыли. Это дело мы. Открыли это дело. Ну, там, судя по всему, не все прогорело. Да, еще не все прогорело. Самое интересное. Вот. Дым эту. Горит без дыма все. И дыма, естественно, сюда не идет. Ну, пока дай. Еще раз. Пусть прогорит еще чуть-чуть. Я прикрою пока. Там и тут это все дело. Пока, как бы, опыт удался. Посмотрим, что дальше будет. Самое главное, что дыма не будет. Вот. В таком раскладе, как бы, открываешь и дым идет до гаража. И я не понимал, что такое. Ну, вот. Что самое интересное, значит, я... Вот. Вот так у меня дым выходил. Вот. И сейчас чуть выходит. Ну, это я уже закинул. Почему это? Вот так. Хотя, открыто. Ну, раз показываю. Открываю, но сейчас вот, как бы, дыма нет. Ты закрой, сейчас тяга какая была. А так у меня выходил дым. В общем, не знаю, то ли через, то ли нет. Ну, да. Вот и вопрос к знатам. У кого было такое, либо не было. Потому что, как будет видно из видео, я все прочистил. Да, да. Из-за чего это было. Жалко, что я вчера перед вот этой чисткой не снял. Опять же, еще раз попытаюсь. Вот, открываю. Вот. И открываю здесь. Ну, там дрова у нас сейчас. Ну, и естественно, что все горит. И тяга отличная. И сюда дым не идет. Слава Богу. Значит, что-то я сделал правильно. Что-то, где было недочищено. А что это? Мне непонятно. Ну, в итоге вот. Такая генеральная чистка мне помогла. Пока что я не включал свои вот эти вентиляторы. Нередливости в этом не было. Вот, опять же, я закрываю. Вот. Не надо тут, чтобы у меня было 25 и выше. Мне вполне хватает. Там у меня сейчас вот 95. Вполне. Вот. На машине, в принципе, нормальная температура. Как бы, работать можно. Да и в печенье нормально. Не жарко и не холодно. Почему? Потому что я не вижу смысла натапливать сильно помещение. А потом, что делать? На улице выходишь, плюс 15, а тут плюс 25. И что? 40 градусов, ничего хорошего в этом нет. У нас как-то, ну, сегодня, вон, снежок идет. Вот, вот, и порозец, вон, видно, да? Чуть ветерок. Видно, он потру... Вот. Что здесь есть. Ну, не сильный. Вот, в общем, холодно. А тут тепло. Поэтому слишком большой перепад температур, он никому же не нужен. Ну, вот, я, так сказать, еще раз возвращаюсь к тому, открывал я и переднюю, передний вот этот ручок, и сзади на выходе. Вот, плавно открываю дверь, где-то вот настолько, вот настолько буквально. Уже шел сюда дым, и, как бы, мне это очень не нравилось. Ну, к сожалению, к сожалению, я так и не вычислил, в чем же была причина. То ли вот эта труба, то ли сама печка, то ли в печке, там вот эти, которые я продувал, выходят вот сюда, с труб, такие, как бы, еще подсос воздуха, который туда в камеру горения идет, я так понимаю, вверх. Вот, что-то там оно тоже завихряет, дает. Вот, ну, в общем, знаю, но даже, кстати, вот видно, сейчас уже и пыли вроде поменьше, но все равно летает. Конечно, ну, что пылишь. Вот, еще один вопрос, от чего это было, с этим сталкивался, когда вот открываешь дверь, и сюда идет дым. То ли виновата эта труба, то ли виновата печь, то ли, что, в чем проблема, мне интересно будет услышать. Вот, еще контрольный раз, открыл, и все самое приятно. Все-таки не зря я все это чистил. Вот, ни дыма, ничего нет. Очень даже хорошо. Ну, что, сейчас накидываю, и можно сваливать. Так что, проблема решит. Вот, у кого такое было, опишите, как бы, кому-то поможет видео.